Вопрос, о чем я буду говорить, это как возможно использовать и увеличивать наш личный потенциал, и особенно для студентов. Поэтому я начинаю очень быстро на историю. Я встречал Поль Йелла, который жил до 1972 года, и Поль Йелла с Эйнштейном много писали 15 лет на немецкий язык, потому что они все немецкие говорили, и поэтому они об этом использовали. У меня есть все письма от Эйнштейна, вы видите его подписки куда-нибудь, вы видите здесь, простите, ну все, вот профессор, и вот это Принстон, и у меня есть не один, а много-много письма между Эйнштейном и Поль Йелла. Поэтому я хотел переводить один из этих письмов, которые Галина будет прочитать. 9 марта 1937 года Альберт Эйнштейн написал в Поль Йелле, вы предлагаете новый унитарный подход к смыслу жизни, основанный на учении Фрейда, но расширяющий его. Таким образом, это не только лекарство, а и в 20-ти циклины нашего времени в отношении печи, но и сферы философского исследования, которое, как я убежден, будет занимать постоянное место в истории людей. Я делаю все, что в моих силах, чтобы ваша работа была известна. Спасибо. Вот, видите, как, ну от Эйнштейна это важно. И в лагерию истории я попал и встречал с этих человек и изучил весь жизнь, как возможно изучить. Ну, Поль Йелле писал все на французском языке и на языке, который было очень трудно все понимать. Я профессор наук по физически и математике был мой отдел. Поэтому недавно, 10 лет назад, я начинал подумать, как это возможно переводить на базу математики. Особенно я сегодня говорю с самой высшей и известной университета, Боуман. И я хочу вам передать просто смысл, потому что у нас есть только 10-15 минут. Это очень короткое время, поэтому я не могу больше сделать. Ну, нормальные навыки мы оценим через интеллектуальную систему. К сожалению, это не только что мы можем оценить. Мы более фундаментальные навыки заведем контроль над собой. Если вы можете контролировать вам, ну тогда вы можете контролировать все ваши, не только эмоции, а качество и потенциал. Поэтому первое, это оценить людей, оценить человека через концепт. А второе, это оценить через аффект. Потому что, и вы будете понимать потом, почему концепт и аффект самые важны. Потому что это две компоненты, которые есть на каждый номер внутренний наш мозг. Целых исследований у меня есть два. Первый, это повышение нашей личной эффективности. И на две пути, первым путем самонаблюдать наши ложные оправдания. Потому что мы не всегда расскажем правду про себя. Мы думаем, что мы самые высшие, мы самые важные. И мы забыдем о другом. И второе, это как гармонизовать нашу сферу. Нашу сферу, это материально, сексуально и духовно. Материально это жизнь, нам нужно питание каждый день, нам нужно покормить нашу сону. Сексуально это рожать детей и разбудить не только детей, а себя первой. А потом дать контроль на себя. И третье, это духовное. Какие питания, я вас спрошу, какие питания наш мозг ему нужно? Это понимание. Посмотрите на детей, когда у них есть 2, 4, 5 лет, и они вернутся из школы. И сразу они говорят, мама, мама, я тебе покажу, как я изучил писать букву А. Они рады. А почему мы старые, и мы не рады? Каждый раз мы ищем что-нибудь, которое мы изучаем. Нам нужно быть рады, и нам удовлетворение в это слово, которое я послушал через ваш лекция, вот что нам нужно дать нашим студентам. Потому что удовлетворение это самый прекрасный мотор, мотивация, который у нас есть. И второй путь это эффективность. Это увеличивает нашу энергию. Потому что энергия, это удовлетворение нам дает энергию. Когда вы понимаете что-нибудь, почему, когда я брошу эту ручку, он падает. Если вы понимаете это, вам нравится. И если у вас есть удовлетворение, у вас есть сразу чувство энергии. Если у вас есть энергии, вы можете сделать все, что вы хотите в мир. Метода, основная метода. Как это? Связь. Первое. Вам нужно понимать, что психологии, которые я вас предлагаю, которые по делу предлагает Эйнштейн, Это связь с филозофией, из Платона, Декарта и так далее, психологии, Фрой, Шарко, Юнг, Адлер и других. Это тоже связь с медициной. Сейчас я много работаю благодаря Кирову университету, где я и в Самаре тоже, где я сделал много экспериментов через нейронаук. И это удивительно, как все эти научные, они согласовательны. Это согласовательность между ними. Почему? Потому что это законно. Закон внутренний мир, это одинаково, чем закон внешний мир. И что Эйнштейн нашел, это законно внешний мир. И что Польдел нашел, это законно внутренний мир. Ну, это не дело. Я не говорю про дело, я говорю про психологию. Это новая наука, это новая система, которая как математика, как физика, как химия, это одинаково. Если вы посмотрите на закон, законно внутренний мир, я не буду сказать, что Польдел лучше, чем Фрой, и Фрой лучше, чем... Зачем? Мы занимаемся психологией, поэтому никто не лучше, чем другой. И наук, мы все можем ненависти от нас. Мы не влядем наук. Наук это для всех. И нам нужно изучить законно внутренний мир. Вот, я вас покажу. Внутренний наш... На внешний мир у вас есть стакан, у вас есть ручка. Это объекты на внешний мир. А сейчас внутренний мир у нас есть нумен. У нас есть желание. У нас есть мотив, у нас есть удовлетворение, у нас есть возбуждение и так далее. Вот это нумен. Две это вот красный нумен и сильный нумен. И между них что нужно? Когда вы посмотрите на внешний мир, есть функция. Когда я брошу в этот стакан, он падает и он сломает. Я делаю какие-либо движения. И внутренний наш, это психическая функция, которая изменяет один нумен на другой нумен. Как это возможно писать? Это писать так же, где А это эффект и Б это концепт. И как вы видели, вы помните первый слайд, где я говорил про эффект и концепт. Мы посмотрим только на концепт. Сколько прекрасно вы успеваете на математике. К сожалению, математика недостаточно для жизни. И как я послушал, это не изобразование, которое мы получим, что мы будем использовать весь жизнь. Жизнь изменяет, и нам нужно адаптировать на жизнь. И может быть мы начинаем с математики, и мы закончим на другой отдел совсем. Поэтому нам нужно быть открытым. И быть открытым это увеличивает эффект, который у нас есть. Метода МПР. Стефан, поправьте слайд. Презентация не меняется, чтобы коллегам было наглядно видно, о чем вы говорите. А, не видно сейчас? Видно первый слайд. Ой, простите, спасибо за то, что я посылаю. Потому что сейчас увидите, да? Вот, навеки не навелся числа интеллектуальные и более фундаментальные. Вот это концепт и эффект. Вот, о чем я говорил. Целое исследование, я повторю, две пути, которые повышают нашу личную эффективность. И эффективность, это увеличивают нашу энергию. Третье, где я был сейчас, это связь философии, психологии, медицинской. И изучение законов внутреннего мира. И как я сказал, вот это красный нумен и синий нумен. Между них, что нужно, это функция. И функцию мы можем так писать. Я использую этот формализм, потому что мне легче. Я могу использовать в Марокко, я могу использовать в Штатах, я могу использовать в Италии, Бельгии и другие страны, где я изучу эту методику. И вот методика МПА. Я вам даю только простое, несколько слов. Нам нужно больше времени, к сожалению, увеличивать это все. Первое, нам нужно писемно формировать наши проблемы. Как какие-либо ингенеры могут решить какие-то проблемы, если он не написал проблемы. Сколько стоит, сколько весит, сколько и так далее, и так далее. Это невозможно. Вам нужно начинать формировать. Вот эта разница между зверей и человеком. Это за то, что мы имеем формировать. И все равно, какие языки, какие алфаветы мы используем. Я был очень рад послушать Асию, потому что он нам показал этот новый алфавет, который Армения, который мне нравится. Это так прекрасно, это как новые чувства, когда мы используем другой алфавет, и сразу мы оцениваем, как мы ничего в мире. Мы так маленькие, мы думаем, что наш язык – это самое важное. Нет, все языки одинаковые, как мы используем для нас. Мы попробуем искать истину, потому что через истину, через право мы можем гармонизовать с ценностей, которые у нас есть. И есть один закон, очень простой, который я пишу – чрезмерность сравнить термос. Ну, значит, что экзальтация, которая у нас есть, это всегда из-за того, что у нас есть какие-либо инибица. Или инибица, потому что у нас была экзальтация. Все студенты, вы знаете, как они хотят успевать на экзам, и когда есть экзам, они начинают, и невозможно писать один слов. Они как, если они забыли все. Почему? Потому что у них была так большая экзальтация. Я буду успевать мой экзам так сильно, что когда есть настоящий экзам, реальности, они переживают, сравнивают себя, на кто они мечтали быть. И сразу у них есть страх, и невозможно писать ничего. Чрезмерность – это термосность. И вот это первый закон. И вы видите, как это важно. Если за то, что еще раз мне нравится говорить с такой высокого уровня университета, где физика и математика как важно здесь. Если я беру физику, вы знаете, что про энерго есть, энергия – это потенциально плюс кинечистическая энергия. А психология внутренних – это основание и случайное. Случайное – это когда вы можете и хотите решить проблему случайно на вашу жизнь. Это я беру мой чай с лимоном или без лимона. Вот это случайное решение. Это энергия. Потому что вам нужно решить, и решение – это энергия. Без энергии вы не можете решить и двигаться потом, потому что если вы хотите с лимоном, вам нужно двигать, брать лимон и поставить внутренний чай. И основанный – это так важно или не так важно. Если у нас нет лимона, жизнь продолжает, да или нет? И если это легко для лимона, ну когда вы знаете кто-то, который рядом, который умирает, вам нужно тоже спросить такие особенные вопросы. Это важно? Я должен продолжать жизнь или нет? Видите, как это важно. Второе – это количество движения. Вы знаете, что физика – это PGLMV. И что двигается на внешний мир? Это дистанция. Мы используем дистанцию. И внутренний мир – это наш мотив. Если у вас есть мотив сейчас, завтра будет по-разному. Ваш мотив изменяет. Внутренний ваш мир, внутренний мозг, ваше желание, ваш мотив, ваше возбуждение, и тогда они изменяют через время. Поэтому скорость на внешний мир – это скорость ваше изменение, мотивация внутреннего вас, раз ваше желание жить. И основание развития. Как Ньютон устроил его теории? Это из-за того, что он скорость в скорости писал о ГЛГе. И Эйнштейн добавил про такие формулы. Это тоже очень простая формула, откуда все нависит. А внутренний мир – это экзальтация сравнить и не биться. Видите, как есть такой параллель между физикой и психологией. Это одинаково, это уникально. Поэтому вот о чем я хотел рассказать. Тоже, и я быстро буду закончить, маленький и большой расчет. Это случайный и существенный… Есть колебания между нашей энергией, между внутренним и внешним миром, которые я хочу концентрировать и собирать все мои энергии. И когда у меня есть устранение энергии, мне нужно сделать что-нибудь. Мне нужно использовать эту энергию. И сразу я падаю на случайные вещи. Я сейчас пишу и говорю про презентацию. Это случайный. Но заранее я был концентрировал и думал, что мне нужно их сказать. Видите, как… И когда у меня будет смысл, сразу я начинал писать. А когда я начинаю писать, я сделаю ошибку. И когда я делаю ошибку, не надо посмотреть на мои ошибки. И сейчас я вижу, как много… Я сделаю… Ну, все равно. Ошибка. Какие можно исправить. Вот, да. Вот это тоже, как кинетические энергодвижения ходят через удовлетворения, которые нам дают радости, которые устроят потенциальную энергию и сообразность, которая у нас есть, и желание проекта. Если наш проект, как нервозность, я успеваю больше всех, и тогда я потеряю энергию. Или, когда я разумный, тогда я могу достигать нормального и двигать на внешний мир. И тоже от движения я получу удовлетворение. Если это не правда, удовлетворение – это ложное управление. Это банализация. Это мы потеряем энергию. Если я пытаюсь между удовольствием и удовлетворением, я потеряю мою энергию. Удовольствие – это сразу… Это я хочу… Мы хотим владеть миром. Мы хотим владеть все. Я хочу… Я хочу… Я хочу… Это везде. И все юные, они хотят… Это сначала энтузиазм, это положительный, а энтузиазм падает на эфорию. Эфория – это отрасительный, потому что эфория – это слишком много, это чрезмерная задача, это огромное. Вот. Что нам нужно осторожно. И я буду закончить так же. И сначала я буду говорить про Толстой. Вы знаете, все Толстой, и точно так же, как огонь не гасит огонь, зло не может гасить зло. И только добро, с толковым лицом к лицу за злом, не заражившись им, побеждает его. Видите, как Эндираганди использовал в этой филозофии от Толстой. Если вы не знаете, это от Толстой, что Эндираганди использует его силу. Если вы хотите контролировать мир, вы должны начинать контролировать над собой. И когда вы контролируете на себя, вы больше не стремитесь контролировать мир. Тогда мы начинаем контролировать его. представьте, как Эндираганди, Матма, успела двигать один миллиард человек в мир. Он не был президент. Он ничего, власть у него нет. У него есть только мозг, и у него есть только слишком огромная внутренняя энергия, которая дала мотивацию весь Индия. Это удивительно. Если один человек может так сделать, ну тогда он, мы можем тоже сделать много вещей. Что Эндираганди, и я закончу в этот слайд, он сказал, что Бог благословительный, потому что где есть смерть, есть жизнь, между лжи есть истина, и между темноты есть свет. Итак, Бог это жизнь, истина и свет. Он любовь, он выше блага. Видите, это что мы недостаточно даем наш студент. Вот что нам нужно их дать. И к сожалению, это что я предлагаю и что я готов вам изучить. Мой курс это больше чем 4 года, поэтому я не могу через 15 минут вам рассказать все. Но я был очень рад. И я вас благодарю за внимание, благодарю за возможно вам дать в этом несколько слов. Надеюсь, что будет помогать. Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое, Ганя Александровна. Спасибо большое. Коллеги, единственное, хотелось что еще сказать. Если говорить про форму, то одним из способов, как мы развиваем внутреннюю мотивацию у студентов в коммунистерном университете, у нас есть практику по саморазвитию и самообразованию. Это не очень большой курс, но он именно больше практикоориентирован и позволяет как раз осознать свои личностные качества и попробовать научиться их развивать в желаемом направлении. Большое вам спасибо за внимание. Хорошо, спасибо, Светлана. Все было просто замечательно. Мы несколько выдели с графика, поэтому мы сейчас объявим перелив, отражающие вытесанцы на розыске, да, и двигаться в ...